Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня мы с вами говорили уже про Юрия Антонова. Он рассказал о том, что мучается от страшных болей в ноге. Перенес операцию, но это не уменьшило боль. Он уже обратился в Арабских Эмиратах к какому-то китайскому знахарю, который прописал ему грибы, которые ему должны были привезти из Китая. Но так как там бушует сейчас ковидло, он туда поехать не может, ждет эти грибы, что ему кто-то привезет. В общем-то, конечно, я думаю, что грибов-то и у нас можно было найти, для того, чтобы маленько, так сказать, избавиться от боли. Но там, видимо, этот знахарь какие-то особенные прописывает. И сегодня стало известно о том, что тяжелого больного Юрия Антонова предали самые близкие, пишут с МИНИКОМУ. Никому вообще не нужен артист коротая дни в окружении кошек и собак. Но это всегда очень тяжело, когда легенда, человек действительно человек эпоха. Ну, жалко, конечно, что совершенно один плюс в такое состояние тяжелейшее. Прошедший год, пишут с МИНИКОМУ, оказался тяжелым для Юрия Антонова. Эстрадный певец, который сейчас пытается поправить пошатнувшееся здоровье, признался, что ближайшие родственники не балуют его своим вниманием. Композитор давно живет один в трехэтажном особняке в Подмосковье. Компанию знаменитости составляют его лишь только любимые питомцы. Сам Юрий Антонов неоднократно шутил, что он никому не нужен, даже с таким шикарным особняком. Ну, естественно, в этой шутке сразу чувствуется столько грусти. Юрий Антонов поделился планами на предстоящие праздники. Артист планирует встретить Новый год вместе с друзьями. Мои родственники и дети живут за границей. Навещают меня нечасто. Но я нашел свое счастье в своих животных. Их у меня живет немало. С грустью в голосе сообщил Антонов. Юрий Антонов рассказал, что недавно умерла его старая собака. Он планирует завести нового питомца. Кроме того, композитор собирается приобрести оленя, который, по словам певца, стоит всего 30 тысяч рублей. Антонов рассказал, что сейчас живет на деньги, заработанные на пике творческой карьеры. По его признанию, всю свою пенсию в размере 50 тысяч рублей он тратит на корм для безудобных животных. Друзья, ну здесь можно сказать, что он мог бы сам поехать к детям. Но это если бы они в России ищут, или другой разговор. А за границу, конечно, в таком возрасте уже не налетаешься. Жалко, но что поделать, что поделать. Друзья, пишите ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленную комментарию в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на телеграм-канал Будда Гришна. Новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал, он также называется Будда Гришна новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.